Не дождались помощи и сделали ремонт сами. Жители сгоревшего дома в коммунистическом переулке отчаялись и вложили собственные средства. Напомним, 8 февраля этого года в доме номер 3 произошел пожар. Часть крыши обвалилась. Специалисты управляющей компании сгоревшие квартиры заколотили. Сделали временное покрытие чердака. С тех пор жители находились в постоянном страхе, что от первого же дождя и сильного ветра их дом буквально рассыплется. Ждать снега не стали. Собственники и наниматели. Несколько квартир в муниципальной собственности собрали 100 тысяч рублей и провели первоочередные работы по укреплению крыши. Общая сумма работ по смете составленной в управляющей компании более 700 тысяч. Нет олигархов здесь нет. Собственник пенсионер, собственник бюджетник, собственница бюджетница. Какие у них зарплаты, чтобы 70 тысяч им собрать? Укрепили стойки, поменяли обрешетку, сделали где она выгорела, положили новое железо. Дом управления, что положило железо, набросало после пожара, через него протекло все до первого этажа. И все это поменяли. Через пару недель после завершения ремонта на место вышла бригада из управляющей компании. Они, по словам жителей, ни с кем не согласовав, составили акт и отнесли бумагу руководителю ГОЖХ номер 6 Александру Тихановскому. Жители немедленно отправились к нему за разъяснениями. Директор сказал, что ремонт за свой счет собственники сделали зря. Везде Тихановский отчитался перед всеми, что частично все сделал. А он так сделал крышу, что железо положил и текло до второго этажа. И только приходили мастера с пенкой, запенят и уйдут. Ветер прошел, все отвалилось. Я так думаю, что он хочет присвоить то, что мы сделали. Потому что он мне сказал, а зачем вы это делали? А чего ждать? У нас просто не было времени ждать. Чиновники администрации обещали взять на себя 50 процентов расходов за ремонт. Но жители настолько торопились, что заранее не поставили в известность специалистов мэрии и акт с рабочей бригадой не составили. По мнению Алексея Масленкина, первоначально жители поступили неправильно. Нужно было требовать активных действий от управляющей компании, писать в прокуратуру и жилинспекцию, обращаться в суд. Сейчас остается только найти ремонтников и заставить акт проведения работ на сгоревшей крыше. Сейчас немножко другой путь следует выбрать жителям. Это на основании договора заключенного с ремонтной бригадой требовать возмещения убытков с управляющей компании и требовать дополнительных затрат со стороны администрации. Я думаю, это возможно. Проблема с крышей, несмотря на вложенные средства, не решена. Над сгоревшей частью дома так и нет даже элементарного покрытия. Жители планируют снова осаждать мэрию с просьбой до зимы выполнить ремонт. Снег там насыпется, там нет потолков. Оно дойдет, ляжет на потолок первого этажа, а потом что? Потекут реки, и у нас там будет холодно. У нас и так будет холодно. Целый угол будет не отапливаться. Пока над собственниками в управляющей компании только смеются, а в администрации отвечают, что ответственные за этот дом в отпуске. До приближения зимы осталось недолго, и жители не уверены, что их дом сможет выставить.